Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел интересный вопрос от Расения. Когда грешишь, пишет он, у тебя кровится душа, тебе становится плохо. Правильно ли думать, что ты чувствуешь присутствие всеобземлющего Бога? На первый взгляд бросается интерес, такое несоответствие, потому что Бог приходит в твою душу и наполняет ее светом, радостью, счастьем. А когда ты грешишь, Бог, просто говоря, уходит из места селения своего, и ты как раз чувствуешь такую вселенскую пустоту. Поэтому не присутствие вселенского Бога, ты ощущаешь, Расений, и мы с вами, друзья, а отсутствие его. Бог на каждого из нас заливается своей благодатью, невзирая на лица. Посылает дождь, как он говорит, на праведных и на неправедных. Любит всех одинаковой Божьей любовью, нелицеприятен. Но иногда для лучшего понимания мы говорим, Бог обиделся, Бог наказал, Бог возрадовался, Бог придумал. Такие антропоморфизмы Священного Писания употребляем, наделяя духа человеческими качествами для того, чтобы можно было как-то понять человеческим умом. Ну, это понятно для ребенка, понятно для человека, который не искушен в богословии. А если говорить серьезно, то сказать, что Бог наказывает грешника или радуется праведника, то же самое, что, допустим, сказать, солнце скрывает свои лучи от лишенных зрения. Как когда-то привел такую замечательную цитату преподобный Антоний Великий. Поэтому каждый из нас, когда грешит, закрывается от Бога. Такой зончик над собой антидуховный раскрыл, и Божья благодать на него не попадает. А ведь им мы живем, движемся и существуем, говорит Писание. Без благодати Божией, без энергии Божьей, которых мы познаем его настолько, насколько возможно понять. Нам жить тоскливо, грустно, пусто и бессмысленно. И вот этот холодок, вот эта пустота, вот эта черная дыра, которую мы ощущаем после совершения греха, вот это и есть отсутствие Божьей благодати, которую ты чувствуешь всем своим существом. А когда ты каешься, это не значит, что Господь смилостивился над тобой, как турецкий султан, ну таки быть помилую, ну, получай какие-то духовные блага. Нет, это значит, что мы снова становимся способными вкушать Божью благодать. От нас зависит. Мы в центре этих взаимоотношений. Господь стоит и стучит в двери, ждет, не творит ли кто, не вышибает ногой дверь. Всем лежать — это благодать. Получайте немедленно, бесплатно, невзирая на лица. Человек создан свободным. Он, если не впустит Бога в свою жизнь, Бог не может снасильничать нашу душу и заставить творить добро, заставить принять в себя Его со Отцом и Духом. Поэтому очень важно для каждого из нас, согрешив, встать. Христианин — это не падающий человек. Христианин — это встающий человек после падения. На иконостасе вы можете видеть огромное количество святых. Среди них нет не согрешивших. Среди них нет упавших и не поднявшихся. К этому должны призывать нас иконы с иконостаса. Это мы должны помнить. У нас огромный потенциал святости в нас заложен, который не безгрешность, а который есть реализация нашего избранничества. Их же предуведе, тех и предуставе. Господь наш избрал, все необходимое для дела нашего спасения сделал. Нам в ответ надо просто принять с благодарностью, с искренностью, с верой, надеждой и любовью ту благодать, которую дает Господь каждому из нас. Даром, бескорыстно. А когда чувствуете смущение в сердце, когда чувствуете холодок, вот так и знай, ты лишился этой благодати. И начинаются какие-то неприятности в жизни. И, повторюсь, даже жить не хочется. Поэтому помните, что нет греха, который бы Господь не простил бы, просто надо ему озвучить этот грех, раскаяться в нем, впереди не совершать, причаться от их христовых тайн, для того, чтобы самим Господом Богом закрыть вот эту брешь в наше сердце, из которого уходят все добрые помыслы, любовь, снисхождение и радость. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok